У всех есть положительные и отрицательные стороны. Это нормально. Когда вы стремитесь к успеху, прежде всего важно опираться на свои сильные стороны. Это помогает не тратить время и энергию на борьбу с собой. Это хорошая тактика, которая помогает двигаться быстрыми шагами, когда вы в начале пути. Это означает, что вы достигли предела и не видите возможности двигаться дальше. Самое лучшее, что вы можете сделать в этой ситуации, это обратить внимание на свои вредные привычки. Я сейчас говорю не о тех привычках, которые связаны с питанием, здоровьем, образом в жизни. Хотя это очень важно для каждого, кто стремится к успеху, но это тема для отдельного разговора. Сейчас я веду речь о привычках, связанных с бизнесом. Что это за привычки? Их великое множество. Например, стремление к совершенству, перфекционизм. Все больше людей, свою нерешительность или лень стали называть этим красивым словом. Но, как вы знаете, достичь совершенства невозможно. К идеалу можно только стремиться. И в какой-то момент нужно принимать решение и двигаться. Перфекционист говорит, «Я не буду проводить встречи с клиентами, я не буду выступать перед аудиторией, я не буду проводить презентации, пока не доведу уровень своего мастерства до совершенства». И он продолжает учиться, тренироваться, но так и не проводит ни одной встречи. К этой же категории относятся и ожидания самого подходящего момента. Люди годами ждут какого-то идеального времени, так и не решая сделать то, что они планируют. И что получается в результате? Какие бы ни были у вас сильные стороны, вредная привычка добиваться мнимого совершенства сведет на нет все ваши усилия. А знаете, что еще хуже? Это привычка обманывать себя. Ну нет, ну что вы, Роман, я не перфекционист, за мной нет такого грешка. Вы можете обмануть кого угодно, но только не себя. Как бы вы ни старались, но вы именно тот человек, кто знает о вас все. Вредных привычек огромное множество. Привычка постоянно спорить, привычка во всем видеть негатив, привычка винить других в своих неудачах. Это всего лишь несколько примеров, чтобы вы могли понять, о каких привычках я говорю. Хорошая новость состоит в том, что плохие привычки полезны, потому что это новые возможности. Именно работа со своими слабыми сторонами дает ему возможность выйти на новый уровень успеха. Что мы привыкли делать со своими вредными привычками? Прятать их, стесняться, стараться не замечать. Это в корне неверно. Более того, это бесполезно. Это лишь развивает комплекс неполноценности и добавляет стресс в нашу жизнь. Начните с того, что просто дайте себе право иметь вредные привычки. Они есть у всех. Никто не идеален. Вам не нужно оправдываться перед окружающими или перед собой. Это ваша уникальность, это ваша индивидуальность. После этого посмотрите честно и объективно на свои слабые стороны. Беспристрастно оцените свои вредные привычки. Это ваше богатство, это ваши возможности. Не нужно стараться исправить сразу все. Выберите одну и начните с ней работать. Чтобы убрать вредную привычку, вам нужно заменить ее полезной. Это потребует от вас активной работы минимум 21 день. Именно за такое время у человека формируется новая стойкая привычка. Не торопитесь. Действуйте планомерно. Ваши вредные привычки – это необработанные алмазы, которые вы в состоянии превратить в сверкающие бриллианты. Смело используйте эти сокровища для достижения того успеха, о котором вы мечтаете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин